Если говорить о директиве, то, наверное, следует вспомнить и те регламентирующие документы, которые у нас сегодня работают в Украине. Это и 309 приказ, и это 41, который, собственно, тоже заставляет наши станции соответствовать нормативам, которые для нас не совсем приемлемы. Если посмотреть на графики, то это требования украинского законодательства, это требования директивы, а это фактические выбросы, которые у нас на сегодняшний день имеются, а это возможные выбросы при, собственно, нагрузке, полной нагрузке блоков, которые у нас есть на сегодняшний день. Ну, как видим, ситуация не совсем приятная, и если говорить о соответствии требований, то нам нужно снижать выбросы загрязняющих веществ несколько десятков раз. Это без внедрения соответствующих мероприятий, без установки соответствующего оборудования на сегодняшний день невозможно. Даже то, что касается НОКСов, за счет режимных мероприятий мы можем снизить выбросы азота только на 20%, но для того, чтобы достичь требований директивы, все равно нужно дополнительное оборудование. Это, собственно, текущая ситуация, которая у нас есть на сегодняшний день по предприятию. Опять-таки, требования директивы, требования разрешения на выбросы и фактические выбросы, которые у нас есть на сегодняшний день. Если говорить о том, когда мы сможем полностью выполнить условия директивы, то, наверное, следует посмотреть на сценарий развития всеконкурентной среды тепловой генерации Украины. И мы просвеживаем вот такую тенденцию. Вечерная юберизация рынка, наверное, до 2014 года невозможна, что значит, что тарифы будут достаточно низкими. А в отсутствии понимания тарифа новое строительство, наверное, не начнется, потому что никакой инвестор в условиях неопределенности работать не будет. Поэтому выполнить программу за счет имеющихся средств возможно только за счет инвест-надбавки, которая на сегодняшний день присутствует. По нашим оценкам, это 40 миллиардов долларов, которые возможно получить за счет тарифа. И, учитывая ситуацию с «Восток Энерго», мы посчитали, что реализовать программу возможно только на 30-35%. Это очень оптимистичный сценарий, если нам удастся получить в районе около 9 миллиардов гривен за счет инвест-надбавки в тарифе. Предпосылки для нового строительства появятся непосредственно после уже прогнозированного дефицита на электроэнергию, начиная с 2015-2016 годов. И когда будет рост тарифов после реализации рынка. Именно тогда наша компания собирается рассмотреть вопрос нового строительства. В частности, после выхода реконструированных блоков из эксплуатации, а это 2017-2018 год. Соответственно, ввод в эксплуатацию новых блоков будет где-то в районе 2021-2022 года. К тому времени старые блоки с КПД, где-то в районе 35%, они уже будут неконкурентны. И именно тогда можно будет говорить о полноценном новом строительстве блоков с системами серо- и азотоочистки. Поэтому для себя мы рассматриваем два этапа. Первый до 2020 года и второй до 2030 года. На первом этапе это установка серо- и азотоочистки на нескольких старых блоках. А с 2020 года это уже полноценное строительство мощных блоков серо- и азотоочистки. Поэтому, если говорить о сроках реализации условий директивы, то, конечно, могу сказать, что риск существует. И остановить все блоки, как предполагается вашим вторым вариантом достижения требований директивы, наверное, не видится возможным. Потому что прогнозируемый рост на эстраде, его все-таки есть, и он начнется с 2015-2016 года. Поэтому остановить все тесты Украины не видится возможным. Более того, отсутствие в Украине национального плана действий и, собственно, определение ответственности каждой станции, она ставит в неопределенность каждую генерирующую компанию относительно того, в каком направлении она должна двигаться. Поэтому мы считаем, что разработка на государственном уровне именно национального плана, либо национальной программы снижения выброса закрепляющих ресерс на сегодняшний момент является первоочередной задачей. Этот график я поставила для того, чтобы показать, что, в принципе, тенденция у нас по выбросам идет к снижению. Но, к сожалению, тенденция к снижению вызвана не мероприятиями по снижению выбросов, а лезетными оврениями, которые наблюдались у нас у всех, которые тоже повлияли и на нашу компанию. Если говорить об инвестициях в природоохранные мероприятия компании ДТЭК в целом, то хочу сказать, что мы этому вопросу уделяем существенное внимание. И у нас в бюджете есть квоты на онкологические проекты, целевая квота, которая может использоваться только на природоохранные мероприятия и не на какие-то другие. И с 2008 года у нас финансирование увеличилось в два раза. В 2009 году оно было немножко сокращено, опять-таки, ввиду кризис на все время. Но за эти два года общие инвестиции компании ДТЭК, предоохранную деятельность, составляли около 403 миллионов гривен. В принципе, на уровне даже нашей компании и на уровне Украины это средства существенные и немаленькие. Хотя по нашим расчетам, только по мероприятиям на снижение выбросов серы и азота, требуется вот такая вот красивая сумма. Это 3 миллиарда долларов. Что, в принципе, позволяет мне сказать, что те инвестиции, которые состоятся у нас в предоохранную деятельность, на сегодняшний день, к сожалению, несопоставимы с потребностями финансирования только для достижения условий директива 2001-80. Поэтому приходится делать такие выводы, что к 2018 году, к сожалению, выполнить требования нам удастся, наша компания, только на 30-35%. Это при условии получения инвестмент-барки и плюс, если нам удастся привлечь дополнительные источники финансирования, которые существуют на сегодняшний день. Поэтому мы считаем, что вопрос пролонгации для Украины сроков выполнения требований является насущным, несмотря на то, что наши переговоры с Европейской комиссией и с Резийским сообществом заставляют говорить и думать о том, что, к сожалению, этот вариант тоже, наверное, не совсем возможный. Еще один вывод, это относительно плана снижения выброса загрязняющей веществ в атмосферу, которую я упомянула, потому что работать в непонятном правовом поле, без ответственности станции или генерации на сегодняшний день не видится возможным. Хотя такую программу для себя мы пытаемся разработать уже на сегодняшний день с определением того, какие блоки являются для нас более ценными, как мы говорим, либо менее ценными, какими из них мы можем пожертвовать, и каким образом начинать и когда начинать новое строительство. И можно ли сейчас устанавливать системы СИРА зотоочисток с тем, чтобы в дальнейшем их можно было использовать под новые блоки, которые встанут на место старых блоков, которые будут выводиться из эксплуатации. Опять-таки считаем, что для разработки своеобразной дорожной карты Украине обязательно необходимо привлечь западных экспертов и прорабатывать этот вопрос привлечением всех генерирующих компаний Украины, не только государственных, но и частных. К сожалению, нас к этому процессу на сегодняшний день привлекают очень охотно.